Всем привет! Меня зовут Оля, это мой канал Просто Бьюти, и я сегодня перед вами в таком интересном образе. И как вы могли догадаться по названию, у нас с вами наконец-то обзор палетки Artvisage Exotic Universe. Я сделала эти два макияжа вместе с вами в этом видео. Также я вам покажу еще парочку макияжей, которые я делала с данной палеткой. Если вас заинтересовала данная история, то не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой YouTube-канал. Я с вами стараюсь делиться самыми классными новинками, которые меня заинтересовали, своим мнением, своими макияжами. Так что жду вас тут, если вы еще не подписаны. Поэтому продолжайте, пожалуйста, смотреть. Я показала вам, наверное, все оттенки из этой палетки. Да, я вам показала все оттенки. Ничего себе. Во-первых, в этих макияжах и, как я сказала, уже в других. Также я оставлю ссылки на свои соцсети, где вы также меня можете найти. В особенности это мой телеграм-канал. Тут будет QR-код, чтобы вы могли по нему перейти. Внизу ссылки. Там я с вами очень тепло общаюсь, делюсь с вами своими новинками, своими хотелками, своими планами на видео. Ну, также и жду от вас того, чего вы хотели бы у меня тут увидеть. Не будем задерживаться и погнали делать эти макияжи. Давайте мы с вами сделаем заключающий макияж с этой палеточкой от Artvisage. Обязательно будут вставки с моими прошлыми макияжами. Один макияж также вы можете увидеть в прошлом видео. Мы там с вами использовали по-честному только два оттенка. Это вот этот розовый и вот этот вот сиреневый. Прям хорошенько. Я не использовала, честно, вот эти вот матовые. Я вот не знаю, использовать их в этом макияже или нет. Я и синие не использовала. То есть, как бы, видите, палетка, она такая прям разносторонняя. Но я, честно, даже не знаю, что я хочу сделать в этом макияже. Может быть, мы вообще с вами два разных глаза сделаем. Я все равно сегодня никуда не собираюсь. И поэтому я еще и нанесла базу, которая у меня вообще не для стойкости. Это от Epiline. Она такая слегка высветляющая. Но стойкость на ней вообще никакая у меня. Я, честно, я как-то теряюсь. Вроде как хочется два глаза сделать. А вроде, судя по тому, что я никуда не собираюсь, можно и два глаза сделать. Ладно, давайте начнем хотя бы что-то. А там уже посмотрим. Давайте мы с вами все-таки начнем вот с этого коричневого теплого. Он, по-моему, даже выглядит теплее, чем у меня бронзер на лице. Ну, ладно. Это вулкана. Я так подозреваю, что он будет сейчас теплый коричневый. Я беру вот такую пушистую растушевочную кисть. И начинаю наносить в складку. Из того, что база, это не вот инвалд. Она не сухая. То есть, она такая слегка, я бы сказала, липкая. То есть, пигмент хорошо на нее цепляется и хорошо растушевывается. Как вы видите, просто потрясающе. Знаете, чего у меня не хватает в этой палетке? Светлого, матового. Да, у меня он есть практически, наверное, везде. То есть, я могу любой другой взять оттенок. Но вот именно для полноты мне не хватает. У меня вот тут образовалось какое-то пятнышко. Я вот так вот слегка подтушевываю. Не знаю, почему. Ну, это, наверное, была самая быстрая растушевка складки в моей жизни. Ладно, тут пятнышко, но ничего. Я, честно, наверное, думаю взять темный оттенок. Интерстеллар. Он такой темный-темный-темно-коричневый. То есть, вот такой вот. И для этого я, пожалуй, возьму какую-то небольшую кисточку. Давайте возьмем вот такую вот. И чуть-чуть наберем. Тени пигментированные я вырабатываю в кисть. Ха. Знаете, мне этот оттенок в палетке казался каким-то темно-коричневым. Но по факту это получается какой-то черный. Если у меня этот макияж получится, я жду от вас лайки, комментарии, что я смогла победить темный оттенок и сделать себе нормальный макияж. Я сразу заношу в складку, чтобы подсмешать эти два оттенка. Видите, я уже остаточками в кисти подтушевываю. И уже выходит намного лучше. Я вот думаю, что нижнее веко я тогда тоже этим оттенком сделаю, чтобы потом просто вывести, грубо говоря, единую направляющую. У меня нету шанса на провал, просто потому что я сделала уже лицо, как вы видите. Ну, кроме хайлайтера. Так что молимся за меня. Ну, по итогу я не победила. Это свой глаз вообще никак. Ой, я не знаю, для меня это оказались слишком пигментированные тени. Я работала мягкими пешистыми кистями. И это вообще что-то с чем-то. Черный, ладно, черный еще можно победить. Он такой полупрозрачный, его можно донаслоить. Но коричневый, вы его набираете на кисть и просто сразу бабах. Мне пришлось светлым бежевым перекрывать верхнюю часть своей тушевки из Love Note. Спасибо, что там светлые оттенки, они перекрывают какие-то темные. И по итогу мы имеем с вами вот такой вот глаз. И я уже боюсь что-то делать с нижним веком. Но мне надо что-то с ним сделать. И я вот думаю, что может взять просто какой-нибудь шиммерный оттенок. Но все равно страшно. Давайте мы с вами на верхнее веко нанесем вот этот вот оттеночек Draco. Draco. Ну, либо для патраманов это Draco. А нет. Я наношу просто своей классической плоско-пушистой кистью. Наносится хорошо. Все яшки тут на самом деле классные. Они легко наносятся практически любой кистью. У меня классика, что я наношу только двумя кистями, мне кажется. И я также обязательно захожу на черный оттеночек, чтобы просто смягчить эту границу. Прям все потрясающе. У меня куча осыпаний на нижнем веке вот тут вот. Я надеюсь, что я смогу их потом просто смахнуть. Ну, я уже ни на что не надеюсь. Мне кажется, этот глаз уже испорчен. Ну, ладно. Зато мы будем с вами знать, что тут тени реально классные. То есть, как бы, я, скажем так, рукожоп, а тени-то нормальные. Я не уверена, будет ли вам видны сияшки вот в этой вот зоне. Но, короче, их вообще уже не убрать. Я попыталась кистью с пудрой, но эффекта ноль. Давайте уж тогда на нижнее веко нанесем вот этот вот еще один коричневый шиммер, который называется Capricorn. Scorpion, наверное, не знаю. Я его еще не пробовала, не свочила. Беру вот такой вот маленький ботонок и наношу просто на нижнее веко. Он такой обычный коричневый шиммер. По-моему, в нем нет ничего такого прям особенного. Но этот глаз у нас уже и так, считайте, прям несчастный какой-то. Я не знаю, что нанести во внутренний уголочек на самом деле. И я думаю, что надо будет нанести обязательно какой-нибудь сияющий оттеночек под бровь, чтобы все просто исправить. Ну, кстати, оттенок. Вот эта текстура мне нравится. Она такая более плотно спрессованная. И в такой текстуре я вижу еще, по-моему, один оттеночек. Еще два, наверное. Ну, как бы самый такой классический коричневый шиммер. Ничего прям такого плохого или вау в нем нет. Так, я во внутренний уголочек нанесла вот этот вот красивейший доохром, который зелено-розовый, мой любимый. Вы знаете, что я такое люблю. Называется Pandora. Я его нанесла во внутренний уголочек и растянула просто вот по всей вот этой вот площади. И мне кажется, что так все лучше смотрится, потому что при определенном ракурсе там такой яркий зеленый блик создается. И прям классно. Ничего так. Давайте мы теперь с вами вот на этом глазике сделаем нечто синего-голубое. Тут как раз в целом есть оттенки для этого. Ну, вы знаете, как у меня получился коричневый оттенок. Ой, коричневый макияж. И я, пожалуй, начну сразу с синего оттенка во внешний уголочек. Ну, он, я сразу вижу, что с такой легкой серостью ложится. Поэтому не знаю, во что у меня это все превратится по итогу. Но набивается он хорошо. Как видите, я работаю сейчас маленькой такой кистью-бочонком и слегка начинала подтушевывать. Ну, подтушевывать он, конечно, потрясающе. Главное, чтобы потом это все растушевалось. Но в целом, к нам не запрещает этим же бочонком все. Я извиняюсь, а это вообще законно, чтобы цвет так растягивался? Причем в растяжении он именно таким становится, голубым. Дай боже, чтобы у меня потом мятный оттеночек нормально все это растушевал. Но я и бочонком в целом уже растягиваю границы. Либо это прикол этой базы под тени, либо у Artvisage научились делать тени. Извините, это что такое? А я извиняюсь. А когда я начала работать с синими цветными тенями, лучше, чем с коричневыми. Как бы, ну, что это такое? Я использовала всего два оттенка. Вот этот вот синий и вот этот вот мятный. И просто посмотрите, какая классная. И я бы сказала, даже неоновая тушевка в целом вышла. То есть это такая пастель с ноткой сучения изнутри. Такое тоже бывает. И вы знаете, это очень красиво. Просто это потрясающе. Я нанесла на нижнее веко оттенок мятный уранус. Это что такое? Это очень красиво. Так, я знаю, что вот этот вот оттенок Hydra, он приносится как блёсточки отдельные. Поэтому давайте мы попробуем этот оттеночек нанести как подброд. Мне кажется, там это будет хорошо смотреться. Но единственное, что такой оттенок может прям очень нехорошо осыпаться. Поэтому надо быть прям осторожно. Но в целом, в целом ничего такого. Мне нравится. Прям вот на камере хорошо смотрится. И давайте мы тогда с вами на всё веко... Давайте по-банальному пойдём нанесём Нептун. Где моя потрясающая кисточка. Он такой просто голубоватый шиммер. Мне кажется, будет такой самый подходящий. Ну да. Потому что мятный можно нанести во внутренний уголочек. А вот этот вот, мне кажется, как раз тут будет хорошо смотреться. Давайте я его нанесу и вернусь к вам. Так, я нанесла, получается, на подвижное веко вот этот вот оттенок Нептун. И несмотря на то, что я нанесила его такой жесткой козой, он всё равно слегка замылился. Но я в целом нормально нанесла этот оттенок на глаза во внутренний уголок. Я нанесла оттенок Вега. Это мятный оттенок с лёгким золотистым переливом. Он виден именно больше как зеленка, но не на камеру. И по нижнему веку слегка я нанесла вот этот оттенок Сэншайн. И мне кажется, что макияж вышел очень прям красивый. Мне он прям очень нравится. Давайте я закончу, пожалуй, этот макияж. И мы с вами всё обсудим. Я решила ещё вам заснять, как макияж выглядит на переднюю камеру, хайлайтер, стеллеры по классике. Видите, как классно светится зелёный оттеночек. И он даже в какой-то голубоватый переливает. А вот этот вот оттенок Драко, я бы сказала, из такого красноватого в какой-то рыженький переливается. Очень всё красиво. Вот тут видно как раз золотишко от Сэншайн. Ну и в целом такой макияж очень классный. Сегодня у меня ещё один макияж с палеткой Арт Визаж. Я накрасила зелёными оттенками. И самое, что мне, наверное, больше не нравится, то, что вот этот вот зелёный матовый, он у меня на базе от ЗСМ пикнил. То есть можно вот тут вот увидеть, что как будто есть какие-то пятнышки. Сам оттенок классный, потому что при сушёвке разными кистями он хорошо выжился. Но вот когда я нанесила его на свежую, свеженанесённую базу, он как будто подзалипал. Но в целом всё как бы хорошо. И на нижнем веке у меня получается идёт второй зелёный. О, я уже палетку убрала. Этот получается такой идёт с лёгкой нотки горчинки. Вот этот он зелёный, подтушёванный вот этим вот первым матовым зелёным. Их два на самом деле. Я вам потом всё расскажу, покажу ещё. Тут в уголке у меня получается идёт мятный матовый. Поверх него мятная сияшка. И тут у меня красивая сияшка, которая зелёно-розовая. Но пока это не особо видно, нанеслась. Просто потрясающе. Вот знаете, просто вот так вот одним свайпом с кисти. Мне очень нравится. Прям вот у меня нет никаких нареканий к этому макияжу. Так, тени у меня сегодня были на базе The Saem. И просто посмотрите, чуть-чуть в складочке запало. Тут, тут уродни, ничего, да, ничего. Это очень хороший результат. В целом перелив. Ну вот он в розовый есть, но так. Так, типа, ну, ничего особенного, скажем так. Но выглядит всё очень красиво. У меня даже, ну и ладно, нет, на нижнем веке тоже чуть-чуть подскаталась. Но это у меня вечная проблема. В стойкости я всегда смотрю на верхнем веке, на нижнем веке вскатывается всё. Поэтому тест-трайф сегодняшнего дня у нас пройден. Ну, и по итогу у нас с вами получается вот такой вот макияж с одной стороны. И вот такой вот макияж с другой стороны. Напишите, какой вам больше нравится. Я, наверное, вам уже вставила вставки с прошлыми макияжами, которые я делала с этой палеткой. Также переходите на прошлое видео. Там тоже мы использовали парочку оттенков из данной палеточки. Ну, а в целом хочу сказать, что я не ожидала такого классного качества от Artvisage. Потому что прошлое у них тени, палетки теней. Они были, ну, честно, так себе. Особенно, что Storytel у них была линейка. Что-то как-то она, ну, о ней даже никто не говорил. А это многих заинтересовало. Потому что, во-первых, это такая прям цветная палетка. Там есть еще нюдовая. И по сводчим, которые я видела в интернете, прям очень хорошо было. Вот прям вот очень хорошо. То есть никто не ожидал такого. А вот, здравствуйте. Тут получается у нас с вами сколько? 18 оттенков. Из них раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, десять шиммерных и восемь матовых. Да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, восемь матовых. Тут есть различные гаммы. Тут есть и что-то розовое, фиолетовое, и мятное, и зеленое, и коричневое. И вот это вот хаки, я его назвала зеленым в какой-то момент. Знаете, так, зеленый горчичный, но нет, это хаки. И качество шиммерных тут отличается. Есть такие более плотные, есть более рассыпчатые. К рассыпчатым я бы отнесла, во-первых, вот этот вот оттеночек Пандора, вот этот вот оттеночек Саншайн, также еще Космос и Драко. Но если Пандора и Саншайн, они такие более искристые, то Космос и Драко, они такие более спокойные по сиянию перелива, но такие прям рассыпчатые, то есть, если вы хотите их использовать, делайте, пожалуйста, макияж глаз до макияжа лица, потому что сейчас у меня, например, все в блестках за глазами, и это уже не убрать, только смывать полностью все. Гидра — это прям россыпь блесточек отдельных, то есть там вы прям плотного оттенка не получите, и такой оттеночек тут один. Вега — это сатин, все-таки больше, я бы сказала, с легким золотистым переливом, который едва уловим. Вот Нептун — это вот прям сатин-сатин, с такой, я бы сказала, знаете, он синий, синий-фиолетовый, что-то среднее, такой интересный оттеночек, но прям сатин. И он очень замыливается, мне кажется, это очень видно даже в камере, несмотря на то, что кисть у меня была достаточно жесткая. Волосинка мешает. Так, Метеор — это вот из разрада такого же сатина, как Вега, хорошо наносится, но чуть более сияющий. Он такой золотистый, зеленоватый-золотистый, я бы больше сказала. Это очень красивый оттенок Электро, это розовый оттеночек с легким таким серебристым сиянием. Он классический шиммер, я бы сказала так, то есть ничего плохого в нем нету. И получается Каплекон, вот этот вот оттеночек коричневый, это просто тоже классический коричневый шиммер, в нем нету ничего такого прям вау, но он ближе к сатину, я бы сказала. Матовые, пигментированные, прям очень хорошо пигментированные, то есть вообще никаких проблем. Единственное, что вот с синим могут быть проблемы, потому что на камере он, например, выглядит сейчас более неодовым, более ярким, а в жизни он более серым, поэтому если хотите, чтобы у вас и в жизни было ровно так же, как на камере, то нужна будет белая подложка, но я не могу сказать, что в жизни это все выглядит отвратительно. Нет, просто слегка более приглушенный оттенок получается, с большей серенькой, знаете, даже эффект не сереньки, а то, что у вас ваш бежевый оттенок, он проходит через этот синий оттенок, то есть вот такой вот, и чуть-чуть грязным становится, но все очень хорошо на самом деле смотрится, и я смотрю сейчас на два глаза, и я даже бы не сказала, что это какой-то арт-визаж, честное слово, я бы сказала, что это что-то более дорогое, что-то более такое качественное, не знаю, нет, неправильно сказала, но в целом какой-то более дорогой бренд, а не арт-визаж. От арт-визажа я такого не ждала, но и стоит отметить, что эта палетка стоит тысячу, то есть, ну, уже такой хороший бюджет на уровне с Revolution, упаковка классная, там был еще пластиковый рукавчик, чтобы это все не замарать, а спереди, получается, оформление слегка под кожу, название бренда, название палетки, все голографическое, сзади есть, получается, описание, скажем так, Открой для себя фантастическую вселенную, наполненную яркими красками и экзотическими сочетаниями, фантастическая и волнующая гамма оттенков с разными финишами позволит разнообразить посередневный макияж и вдохновитные эксперименты с образом, оттенки мягкие в нанесении и растушевке, это правда, прекрасно сочетаются друг с другом, тоже факт, матовые и сатиновые тени имеют насыщенный цвет и шелковистую текстуру, оттенки с блестками и интенсивный блеск и сени, факт, это база, да, все так и есть, то есть тут можно сразу заметить, что сияющие оттенки имеют разную текстуру, разный финиш и это прям заметно, но матовые, как все на подбор хорошего качества, это прям вау, если хотели бы себе такую яркую палетку вместе с матовыми сияющими оттенками, я бы советовала вам присмотреться на самом-то деле, потому что, ну, реально классно, и зеркало тут есть, кстати, и тоже очень хорошее, как вы видите, я не мелькала сегодня своим вот этим вот сушками зеркалом, потому что реально классно, что вот так вот вдали я держу под камерой, что я вот так вот перед собой, так что, I recommend, реально классно, напишите заинтересовала ли вас эта палетка, там есть еще нюдовая палетка, но мне нюд особо не нужен, я больше по таким ярким оттенкам, поэтому я сто процентов буду продолжать ею пользоваться, потому что тут есть реально классное разнообразие, и оттенок Пандора прямо в сердечко, так что в комментариях напишите, какой макияж вам больше всего понравился, я вам желаю всего-всего наилучшего, всех люблю, целую, всем пока-пока!